В региональном правительстве состоялось очередное заседание комиссии по ликвидации африканской чумы свиней. Главный вопрос, каким образом инфекция проникла на территорию Ивановской области, пока остается без ответа. Пока мы не будем с вами знать источник заноса, а договор вот этой фирмы, которая обслуживает Ивановский институт ГО и МЧС, фигурирует с апреля месяца аж 11-го года. Если они по этим каналам и раньше возили, то, может быть, самое худшее, что инфекция была, заболел один-два поросенка, его выкинули. Иными словами, этих вот посредников, которые закупали мясо свинины, из-за которого заболело, как частный случай, пусть это наше спасение. А если такие случаи еще раньше были, то мы можем предполагать, с учетом зимнего периода, что эта инфекция здесь есть, а может быть и будет. Поэтому этот вопрос надо закрыть. На заседании чиновники определили, кто займется изъятием животных у населения. Решение далось нелегко. Сергей Жубаркин, глава администрации Ивановского района, изначально отказался от этой работы, ссылаясь на отсутствие средств и полномочий. Пока к полномочиям субъекта Российской Федерации не было отнесено отлов бродячих животных, эти полномочия шлили органы местного управления и платили ветеринарам за это деньги. И мне бы очень не хотелось, чтобы службы ветеринарные, у которых есть специалисты, есть соответствующие методики, есть соответствующие полномочия, еще и с нас потом деньги будут брать за уничтожение этих животных, ответственность за которых почему-то опять появилась у нас. Пусть они занимаются своим делом, и мы своим делом занимаемся. Но Павел Коньков нашел, что на это ответить. Только у СОНГА здесь люди, машина, пришли, умертвили животное, погрузили и отвезли то место, которое ты определил, вывалили, все. Вот ваша задача. Я не буду любить. Лично тебе поручения такого не дают. А организовать этот процесс, пожалуйста... Пожалуйста, газета-частник, наймите. Слушайте, Сергей Ильич, окончай хулиганировать. На твое, на территории твоего района никто другой, кроме тебя, хозяйствовать не будет. В итоге члены комиссии решили, что организационную работу возьмут на себя органы местного самоуправления, а средства на уничтожение животных и утилизацию туш выделит область. Затронули чиновники вопрос и об организации постов в 5-километровой зоне. Поступила информация, что не везде специалистов снабжают горячим питанием. Павел Коньков решил взять вопрос на особый контроль. Мы с вами знаем прекрасно, что вот сейчас накал есть, дело организовано. Пройдет 3-4 дня, накал спадет, начнутся провалы этого дела. Мы с вами этого допустить не имеем права. Тем более не могу не согласиться с Сергеем Ильичем в том, что согласно прогнозу погоды, ближайшие две недели будут достаточно холодными. Чиновники напомнили, что потери владельцам животных возместят за счет средств областного бюджета. Расчет компенсации будет производиться по среднерыночной цене. А предпринимателям, которые закупили свинину, но не успели ее продать из-за действующего на рынках региона запрета, ущерб возмещен не будет. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.